Ложь Задан вопрос, существует ли ложь во спасение. То, что ложь есть грех, это всем понятно. Есть текст Священного Писания из 1-го послания Иоанна, 5-я глава, 17-й стих. Всякая неправда есть грех. Поэтому надеяться на то, что можно сказать неправду, и в этом нет греха, не приходится. Дьявол, когда говорит ложь, он говорит свое. Слова Христа, Евангелие, Иоанна, 8. Он есть лжец. И приобщаясь к лжи, мы приобщаемся к дьяволу. Это жестко. А реально в жизни ложь во спасение. Вот другой случай. Раав Плудница, книга Иисуса Новина. Когда приходят разведчики Иисуса Новина, она их принимает. Она их прячет. И своим соотечественникам указывают ложное направление. То есть, говорит неправду. И она похваляется Священным Писанием. Ее поступок вменяется не в грех, а в праведный поступок. И это не единственный случай. Здесь прямо можно сказать о лживо спасении. Что и как? Все-таки главное не внешнее соответствие информации, что ли, слов, реальному положению дел. А главное, внутренняя мотивация. Можно сказать внешне правду, но внутренне это будет ложь. И можно сказать внешне неправду, но внутренне это будет правда. И вот в данном случае, опять-таки, не зная насчет правды, но можно утверждать насчет праведности. Поступок Раавы был праведен. Хотя это была неправда. В идеале всякая неправда и есть грех. Человек никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в каком виде не должен обманывать. Но в реальности есть те ситуации, когда человек не находит возможности сказать правду и не согрешить самой правдой. Ну, если зашли враги, спрашивают, знаешь ли, где разведчики, находятся ли они в твоем доме, а они в твоем доме находятся, то сказать правду, это значит выдать партизан и врагам. Ну, и они, конечно, будут убиты. Ведь правду сказали все предатели. Как раз тогда, когда ее нельзя было говорить. И не всегда человек по своей немощи находит возможность сказать как-то так, чтобы не было неправды. Поэтому вот эта неправда, в которой по внутренней мотивации нет неправды, она является следствием немощи человеческой. Это не идеал. И если человеку пришлось сказать такую неправду, тогда это предмет исповеди. Он все-таки просит прощения у Бога за то, что он эту неправду сказал. Но он никогда не пойдет перед теми людьми извиняться и говорить им правду. Так что, видите, общая позиция, понятно, ложь всегда грех. А жизненная гамма, что ли, жизненная мозаика, вот она достаточно сложна. И порой такое происходит. И в житиях святых такие случаи тоже можно встретить. Так что Господь зрит на сердце. Если в сердце не было неправды, то это уже поступок благой. Если Господь умудрил, и ты и внешне не произнес неправды, то замечательно. Если по немощи ты ее сказал, то такое тоже бывает.